Всем привет, любители ароматного табака! По результатам голосования спонсоров сегодня мы покурим табачок Castle Collection Perstein Табак у нас делает дам табака но на удивление на сайте дам табака, про этот табак ни слова нет ну и в общем-то энциклопедия, табак ревью тоже никаких сведений об этом табаке не содержит, то есть соответственно табак, видимо, выпускают конкретно для российского и для российских трубокуров ну или для трубокуров постсоветского пространства значит табачок у нас составлен из Вирджинии Перика ну в общем-то по сути, наверное, это чистый вапер что по табаку интересно стало что же такое за замок Перштейн и оказалось, ну в общем-то, как-то и следует из названия замок построен в 12 веке принадлежал он роду Перштейну Перштейну, вернее замок находится в Чехии и прозван Мраморным, но действительно так издалека белый камень очень похоже что из интересных фактов мне очень понравилось, что советский фильм принцессы на горошине в этом замке снимался любил в детстве эту сказку оказывается бремь сделал такую петлю и сегодня мы табачок покурим который в части этого замка называется значит, табак у нас представлен в виде флейка пластины тяжело разминается табак сыроват в пачке, поэтому я его открыл покурил, но чуть бросил вернее, чуть-чуть про него забыл он продышался, но вроде стал нормальным но пластина все равно тяжело разминается в незажженном виде табак у нас пахнет сейчас посмотрим понравились мне, кстати, вот эти кисеты очень плотно они закрываются и вполне комфортно можно табак выкурить поэтому табак не засохнет довольно насыщенный аромат инжиром пахнет он сухофрукты очень сладкий запах с доминированием инжира приятный аромат ничего не скажешь ну давайте курить достаточно легко разжигается я, конечно, его чуть-чуть подсушил приятный такой сухофруктовый старт достаточно объемный аромат хотя в гортане не совсем приятный такое румно остается от дыма такое слегка химическое лиминанты сухофрукты перца пока нету да, объемный очень объемный инжир тут есть есть и курага хороший, хороший старт напомню вам, табачок достаточно бюджетный недорогой, поэтому чудес я никаких не жду но в теме табака на цену ориентироваться это последнее дело бывает дорогие табаки ни о чем бывают, недорогие просто удивляет но и те, кто смотрит мой канал знают, что я неоднократно в этом убеждался приятное фруктовое курение табак очень медленно горит наверное, можно спокойно большую чашу на 2 часа растянуть крепость пока очень на низком уровне сбалансирована все, приятно старт очень хороший посмотрим, что там нас дальше ждет ну что, друзья половину трубки я скурил хорошо табак курица ровно горит дает приятный объемный вкус потихонечку очень плавно нарастает крепость это здорово, что она не резко лупит а вот плавно, 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 плавно нарастает хорошо сбалансируем табак что по вкусу очень приятный вкус сухофруктов на тяге объемный такой явный не надо его искать прям вот-вот-вот как будто их ешь но когда табак расходится и концентрация вкуса уменьшается на языке остается такой не очень приятный такой немного химический след но он не прям такой навязчивый но вот он есть и никуда от этого не деться не знаю с чем это связано может быть соус которым пытались табак там сгладить но я не производитель табака я не знаю но вот он есть и все при этом пришел перчик на половиночке очень он уместен снимает он излишнюю сладость табака но вот это послевкусие друзья и оно здесь гортани немножко остается такое знаете легкое-легкое ощущение пластмасса я пробовал и темпы чашу менять из всех чаш вот эта история одна и появляется она вот когда табачок прогреется видимо влага стечет и вот он есть не знаю ну давайте посмотрим чем все закончится ну что друзья докурим наш сегодняшний табак по-прежнему приятный объемный вкус табак дает ароматы чуть резче стали не такие плавные при этом на тяге все равно явное наличие сухофруктов перец перца чуть больше стало послевкусие он такой набегает уже не когда табак выдыхаешь а вот что называется в середине затяжки очень он здесь уместен снимает этот сахар излишний который в сухофруктах есть послевкусие такой на грани горчинки но горчинки в нем нет то есть она так психологически дорисовывается ты ее дописываешь но фактически горечи в табаке нет но вот это вот химическое румно которое в горле стоит оно здесь безусловно есть я не скажу что оно противное не скажу что оно какое-то ужасное прям как будто ты пластмассовую ручку куришь нет друзья здесь все не так все это мягкое но вот эту картину полного благоденствия который табак создает он продуманный и достаточно хороший она безусловно портит она безусловно портит и хуже всего что это это румно неприятное оно такой накопительный характер имеет и чем больше ты куришь тем соответственно больше оно скапливается то есть ну надо либо смывать я сегодня курю на сухую может быть чаем это все снимается я излишне драматизирую но я как раз хотел именно на сухую попробовать и посмотреть как все это будет развиваться развивается оно как бы ну вот по нарастающей приятное все равно впечатление табак оставил по оценочкам получилось 17 из 20 учитывая мое хладнокровие к вайперам ну просто отличное ну и цена друзья цена у табака очень низкая хотя конечно сейчас в Российской Федерации говорить о том что есть какие-то табаки с низкой ценой это парадокс но тем не менее относительно других табаков этот табак стоит дешево и при этом просто отличный результат приятное впечатление табак оставляет и крепость сбалансированная про крепость всегда забываю сказать растает она безусловно к концу трубки чаша немаленькая у меня но вполне спокойно переносится никаких проблем не вызывает на этом пожалуй все об табаке не забывайте подписываться на группу вконтакте на инстаграм становитесь спонсорами канала мне будет приятно до новых встреч в следующем precedе ну и а